пацаны вышел gnome 42 пацаны вышел gnome 42 пацаны вышел gnome 42 пацаны вышел gnome 42 ну еще привет друзья установил я значит фидор q36 битку вот у нас такая написано здесь workstation edition при релиз это уже релиз кандидат в принципе тут особо ничего не поменяется сейчас вероятнее всего допиливают какие-то мелкие там баги и недочеты ну и все в этом роде первый момент который мне не понравился да как не понравился поэтому что сильно прям таки бросается в глаза и как бы это нужно бы исправить потому что создает немножко негативное впечатление это то что вот когда нажимаешь окно картинка она адаптируется и ну не прям очень хорошего качества это нужно как бы исправить сделать картинку более высокого разрешения что ли вот так как они перевели сейчас даже окно настроек уже на либо 2 это это все дело работает сейчас и поэтому плавности это конечно же добавила несомненно на видео это вряд ли увидите ну живую поверьте мне прям все невероятно плавно особенно на стаж сидит на 165 герцах но неважно короче от 144 и выше плавность гарантированно на огонь и сейчас свой ламбом вот как вы видите я сейчас обновил бетку и она обновилась уже до 42 гнома то есть это уже не релиз кандидата именно сам 42 гном вот тот то как он выглядит а уже сама федора будет там допиливать какие-то свои моменты и думаю где-то через недельку выйдет сам релиз fedora 36 вот я не буду спешить обновляться еще вероятнее всего подожду еще недельки две и уже потом когда придут скажем так 1 корректировочные апдейты уже обновлюсь полноценно на своей рабочей станции без переустановки то есть я с версии на версии вот давайте пройдемся по настройкам по параметрам я буду попутно говорить то что для меня ново то что то чего не было и таким образом проверим как все это дело было реализовано и будет реализовано в релизе fedora 36 ну по вайфаю у нас в принципе тут ничего не поменялось говорю что появились а более вот такие выделенные меню именно в плане оформления поэтому есть дополнительные какие-то настройки можно посмотреть известные сети вайфа я правда не знаю было это или нет нужно будет заглянуть потом в свою сеть тем не менее можно здесь посмотрите известные сети вайфа и если какие-то существуют которые больше не нужны допустим если у вас ноутбук то их можно забыть по поводу сетей значит здесь ну проводное подключение навсегда было графе vpn я все-таки надеялся увидеть а блин а вайр гвард вайл вы блин вайр гарт вот но его нет и это немножко меня ну расстроило потому что как бы ожидалось что fedora 36 невероятнее всего завезут и вайр гарт тоже но его нету а может быть я его не вижу но если вот импортировать из файла то тоже ничего не получается как бы хочется здесь видеть графу вайр гарт чтобы можно было подключать именно через настройки самого гнома здесь настройки прокси они в принципе не поменялись а по блютузу по блютузу тоже ничего нового а вот вкладочка внешний вид претерпела изменения и тут блин мое почтение то есть все эти разговоры о переходе на либо 2 это кто-то критиковал кто-то нет а вот все сейчас мы не сможем устанавливать темы но не знаю то что я увидел именно с темный вариант тот который сейчас представляет официально разработчики гнома это блин это красиво мне это нравится обойки у нас такие вот появились а новые и значит как мы видим на обоих есть разделение то есть есть светлый темный вариант по отдельности я как-то не нашел это выбрать допустим есть обои которые мне нравятся больше светлом варианте и как бы если выбирать темную тему то они автоматически меняются но вероятнее всего где-то то можно посмотреть в проводнике в любом случае вот появились а сколько раз два три 4 5 6 7 8 8 новых таких псевдо динамических обоин есть официальная обоина от федора 36 но он так странновато мне больше по душе вот это вот вот обоина и вот это вот то есть более такая простенькая а вот ну обои это не самое главное самое главное что появилось и здесь что можно выбирать стили и то есть можно переключаться между светлой и темной темой делается это довольно с красным с красивой анимации и происходит мега плавно и как я говорил уже окрашивается помимо самого оформления окрашиваются и обои это прикольно это удобно причем завезли как я вижу прям для всех обоин вариант темные и светлые темы тоже вот если вот так перевести но здесь фильтр просто темный какой-то налаживается по сути но все равно задумка интересно как бы выглядит это ну достаточно красиво я пускал прикольно вот наконец-то это сделали очень долго ждали просили теперь этого не нужно будет делать через твики это прикольно здесь через добавить изображение можно выбрать какие-то свои обои и они появятся здесь меню по поводу уведомлений тут особо ничего не поменялось а здесь как и прежде можно настроить уведомления я вот вижу что здесь есть эволюшен alarm notify но самого эволюшена здесь нету сколько я помню нету его нужно до устанавливать вот такой вот странное решение поиск здесь можно выбрать среди чего мы будем производить поиск вкладка многозадачность тоже не изменилась сетевых учетных записях появился раздел вроде бы fedora его не было я думаю это какая-то корпоративная учетная запись самой fedora тем не менее можно подключить свой google аккаунт next cloud или microsoft outlook да и синхронизировать все это дело с календарем допустим либо если подключить учетку в угла то можно заходить прямо с проводника в google диск периодически прилетают еще вот такие вот оповещения что а и похоже произошел сбой компонента это нормальная практика скажем так у меня это было первую скажем первую неделю и на fedora 35 когда пришел но я пришел сразу после ли и релиза в этот раз я хочу перейти именно обожда в некоторый период чтобы вот эти косяки по сути у меня и не всплывали общий доступ знать переключение общего доступа когда я был в лайф режиме у меня падали еще параметры сейчас проверим если это будет происходить меня интересует вкладка удаленный рабочий стол и здесь они сделали достаточно интересный ну интересный апдейт то что есть возможность включения и отключения подключения удаленного рабочего стола к этому компьютеру и удаленного управления то есть разрешить удаленное подключение для управления экраном у меня такое желание подключиться потом к своему планшету и посмотреть как все это дело работает вот здесь есть пароль все в принципе создается удаленный рабочий стол включается больше не падает после того как я обновился поэтому осталось только проверить но проверю я это чуть позже вот в любом случае здесь отключим переходим во вкладку звук в звуке ничего не поменялось насколько мне известно а здесь все осталось по-прежнему единственное что системные звуки вот мы уберем их на минимум чтобы не было этих различных оповещений в электропитании тоже особо ничего не поменялось единственное что стоит отметить что новая темная тема блин мне нравится очень то есть выглядит это все действительно по-современному и довольно лаконично дисплей и вот тут вот такой блин интереснейший момент первый негативный то что опять нету дробного масштабирования кому-то это возможно пригодится но у меня была такая проблема так как у меня широкоформатный монитор мне приходится записывать скажем на более урезанном варианте разрешения как видите мне сейчас выбрана не вот это разрешение которое нативное для этого монитора а то что на 16 на 9 соотношением сторон и здесь всегда было доступно только 60 герц при захвате через убес конечно же остаются 60 герц но при этом дискомфорта записывать что-либо лично для меня больше не будет так как я могу здесь выставить свое нативное разрешение в на 165 герц и это прикольно это очень интересный такой момент который вообще никто никак нигде не афишировал но тем не менее он здесь появился и я приятно удивлен а мыши сенсорная панель тоже ничего особенного здесь не произошло клавиатуре источники нет вам не завезли смену раскладки на контур alt или контур shift или alt shift здесь по-прежнему вин плюс пробел то есть кнопка супер плюс пробел и это останется на долгие долгие годы вперед думаю что гном единожды придя какому-то своему решению очень сложно возвращается в обратную сторону но такие вот они упертые ребята так принтеры ну принтер и принтерами съемный носитель здесь как по мне я бы звуковой компакт диск и видео dvd dvd видео как вы ну ну не знаю так выглядит уже как-то архаично хотя на фоне последних событий я бы тоже не сильно ручался за цифру и вероятнее всего нам лучше бы прикупить из кого тоже вот по крайней мере здесь можно выбрать другой носитель выбрать тип носителя и действия что делать с данным носителем либо поставить никогда не спрашивайте не запускать программы при подключении какого-либо носителя тут уже выбирайте сами цвет ну в цвете ничего у меня автоматически стоит профиль я его никак не калибровал никак не настраивал регион и язык русский российская федерация доступность но здесь я особо ничего не использую никогда пользователи в пользователях здесь можно как обычно выбрать картинку и тоже ничего нового кроме внешнего вида но это именно глобальный внешний вид то есть глобальная темная тема выглядит действительно прикольно приложение по умолчанию можно выбрать как обычно приложение которое будет открывать или иные файлы по умолчанию дата и время тут можно поставить автоматическое определение часового пояса у меня это не москва не российская федерация а рим италия формат времени это и о системе как я уже говорил если вот так узить то картинка масштабируется нормально но выглядит это не очень ребята из fedora поправьте картинку это немножко не презентабельно по поводу обновления как видите я обновился до полно до последнего скажем так апдейта данной бетки и думаю что она уже встал именно можно классифицировать как релиз кандидат а не бетку наверно не знаю тем не менее да да того как я обновился магазин приложениями не работала теперь работает было написано что обновление недоступным для данной версии системы как бы сейчас все это дело работает и также у меня не были доступны и репозиторий сейчас они доступны на флэт хаб все как обычно тут тоже особо ничего не поменялось да все то же самое магазин тоже никак не приобрел не преобразовался он его переделывали в fedora 35 поэтому особо здесь ничего не поменялось тоже вот давайте перейдем в настройки наверное самое первое что нам стоит посмотреть это конечно же файловый менеджер потому что он блин преобразился ну первое что вы видите это конечно же иконки про это уже все говорили все писали что наконец-то спустя годы команда gnome решилась изменить картинки именно ну иконки самих папок и выглядят они действительно довольно симпатично вот что еще могу сказать по этому поводу да ничего особенного в плане того что кто-то мне писал что на утилус не перевели на gtk 4 но как бы это gtk 4 и либо 2 это насколько я могу видеть насколько я могу судить где-то прочитать это к сожалению здесь наверное нельзя но на веб-странице допустим вероятнее всего это где-то может быть и написано но нет раутма посмотрим на я думаю что все-таки они это что вообще 326 а какая версия вообще здесь 42 то есть здесь они вообще ничего не писали поэтому и смысла смотреть нету вот по настройкам давайте пройдемся по настройкам настройки в принципе остались все те же самые здесь помещать папки перед файлами можно далее создавать ссылку удалить безвозвратно добавляем контекстное меню и здесь я ставлю себе вместо расположения все файлы все папки чтобы миниатюры создавались а из любого источника допустим когда подключается прямую к своему нас хранилище я хочу чтобы именно превьюшки формировались у об этой фичит потом чуть-чуть потом так ну давайте откроем меню приложений и посмотрим первое что нас встречает это текстовый редактор он здесь новый и он крутой мне он очень сильно нравится ребят но он реально крутой чтобы из винтовых пользователей радовался радовался быть текстовому редактору но его действительно запилили он очень круто выглядит вот а перевели его на gtk 4 конечно же я конечно же об этом здесь нигде не написано вероятнее всего нет здесь как раз таки и пишу что это gtk 4 . 6 . 2 вот а в наутилусе наутилусе я такого не видел на в наутилусе этого нет но это как бы новоиспеченная программа так как джедит уже на гитхабе не особо развивался и коммент от там не было поэтому было принято решение переписать полностью текстовый редактор на gtk 4 и соответственно улучшать его уже как новый продукта не исправлять то что было написано до этого потому что мне кажется как бы в плане кода я конечно не программист но в плане кода вероятнее всего она морально устарела вот поэтому было проще переписать и сделать все с нуля было переписано данное приложение здесь можно выбирать различные темы и выглядит это куда круче чем было до этого мне она действительно очень нравится куча настроек ну как куча настроек есть все необходимые настройки которые можно подогнать под себя и второе приложение которое нам представили это терминал но каких-то существенных изменений я не увидел может быть я не туда смотрю но тем не менее терминал вроде бы как терминал вот ладно сколько зависимости это тянешь вот можно появилась появился именно переключатель масштаба это прикольно то удобно но как бы это не прям такое новшество единственное что стоит отметить что опять же и терминал тоже переписали на gtk 4 полностью то есть на gtk 4 сейчас будет идти сильный уклон где-то здесь написано нет не написано что это на gtk 4 тем не менее на gtk 4 сейчас будет идти сильный уклон потому что это думаю что на данном фреймворке гну команда грома будет работать еще не один год то есть долго так опять нам еще далеко поэтому все сейчас приложение потихонечку будут портировать именно на gtk 4 пока что в гном 42 именно fedora 36 я не увидел чтобы все приложения были полностью портированы но вот текстовый редактор и терминал это две новые утилиты которые прям были написаны специально на gtk 4 контакты контакты тоже портировали то есть утилиту для контактов здесь можно добавить как локальные контакты так и через сетевые учетные записи то есть допустим даже через свой google аккаунт если вы там держите контакты я этого уже давно не делаю но тем не менее если вы держите там контакты то можно добавить их сюда чтобы просматривать на компьютере не знаю кто этим пользуется но вероятнее всего на ноутбуке это действительно удобно далее утилиту погода также переписали на gtk 4 посмотрите пишут тут и здесь или нет нет здесь тоже ничего не пишут но тем не менее она на gtk 4 то это очень легко на самом деле проверить так как во первых они все утилиты на gtk 4 куда лучше масштабируются то есть это прям заметно во вторых они имеют все темный цвет ну именно темный цвет да почему именно имеет темный цвет почему это признак вы увидите чуть дальше так как не все приложения были портированы на gtk 4 соответственно тема темно не применяется к сожалению для всех приложений не знаю успеет ли это исправить до релиза официального fedora 36 либо это будут исправлять с последующими апдейтами я больше склонен к тому что будут исправлять с последующими апдейтами но какие-то основные базовые утилиты были именно переписаны на gtk 4 часы тоже как вы видите переписаны на gtk 4 имеет очень прикольный стиль мне прям сильно нравится данная тема я что-то на скриншотах когда смотрел на светлый вариант либо 2 это мне не сильно нравился не сильно нравилось не сейчас не особо нравится в светлом варианте то что слишком какой-то черный текст то есть он слишком контрастный а вот в темном варианте это блин это выглядит круто а может быть я просто прибег привык темной теме не знаю нет в темном исполнении все таки выглядит действительно круто система следующее приложение у нас карты карты тоже насколько я мог судить портировали до карты тоже портировали на gtk 4 но конечно же об этом здесь нигде не написано ну ладно ну экскурсия экскурсии само собой фотографии фотографии тоже портировали на gtk 4 но то помнит появляется вот такой кусок расширенный здесь и как бы этот момент неисправили он как бы тоже присутствует то есть тот баку он там уже тянется очень много времени и плюс мне не хватает здесь возможности подключить альбомы не только по сетевым учетным записям а именно через через ну подключиться к своему персональному серверу допустим через синолоджи этого здесь не реализовано возможно это как-то можно сделать руками но я особо не вникал так как данную программу ли но я в принципе с нашу видео но видео на и в африке видео то есть тут ничего ничего такого вот он допустим здесь видит мой синолоджи с него можно стримить на как-то особо тоже не уникал в этом по параметрам есть тоже ничего особенного player как пр я пользуюсь mpv плеером и мне его достаточно серьезно поработали над приложение калькулятор как бы это странно не звучало но он действительно сейчас выглядит очень круто и прям сильно лучше того что было до этого а вот первая утилита которая мне бросилась в глаза это утилита fedora mediawriter и откопить она очень сильно фризит и такого прям не было ну нет на fedora 35 и вероятность вот как раз вот этот момент я надеюсь исправят в релизе fedora 36 так как данную утилита я пользуюсь довольно таки часто и сейчас она работает ну нам бы не очень хорошо сканер документов сканер документов тоже перевели на gtk4 как видите тема применяется и все работает только после того как мы добавим уже принтер вот но принтер мне сейчас не подключен у меня вообще работает по воздуху его нужно будет перенести сюда сначала подключиться где нас по проводу вижу тогда можно будет работать снова с ним по воздуху но не этого делать не надо так как у меня fedora 35 уже все настроено и после того как я обновлюсь все настройки надеюсь не слетят системный монитор ну системный монитор тоже перевели на gtk4 это было ожидаемо по это были новости я смотрю сейчас параллельно пока рассказываю смотрю что каких-то англицизмов то есть недопереведенных моментов вроде бы и я не замечаю либо они настолько мне уже примелькались любом случае вы которые смотрят и более скрупулезно видео сможете это разглядеть я для этого вас и для вас и снимаю в таком вот лайв формате чтобы именно параллельно смотря что-либо не забыть потому что когда пишешь сценарий да он получается более гармоничным но многие моменты ты упускаешь либо уже когда вспоминаешь про них очень сложно перезаписать это все как было до этого потом вставить в клинике ролик ну это как бы немножко геморно вот утилита которая мне очень сильно понравилась именно которую переписали на gtk4 также она стала выглядеть куда лучше это утилита которая показывает чем ну чем занята наша наша система блин как сложно говорить такому потоковом режиме не знаю как это делают многие блогеры но наверное это всего лишь дело практики я все обещаю обещаю что буду практиковать подобного рода видео но потом когда пересматривать там столько воды и наверное было проще перезаписать сценарий но опять сейчас тоже вода короче это утилита которая позволяет вам посмотреть пространство на вашем компьютере и здесь по папкам можно посмотреть либо по графику кликая куда-либо можно посмотреть что из себя представляет раздел и почему он так много весит вот как бы здесь на на утилите можно закопаться до сути я тоже довольно часто пользуюсь данной утилиты на самом деле далее у нас здесь имеется подключение подключение это некий аналог remote десктоп но только в обратную сторону плане того что через connection можно подключиться либо по rdp либо по венсе то есть либо к венде либо какому-то другому линукс удаленно подключиться и это все дело тоже сейчас улучшает улучшает и улучшает но пока каких-то дополнительных настроек я вроде бы здесь и не вижу но на самом деле я пока что не пробовал но в релизе fedora 35 и fedora 36 сами разработчики делают довольно таки сильный акцент на данной утилите ну из из gnome пытается сделать максимально комплексное решение но чтобы это все работало прям максимально просто и но максимально работала уход так диски утилиту диски конечно же тоже переписали на gtk4 но какого-то дополнительного функционала я здесь не вижу да он принципе здесь и не нужно все необходимое что есть уже здесь есть вот далее просмотр изображения но думаю здесь тоже ничего нового хотя я вижу опять таки ее тоже портировали на gtk4 журнала а вот как мы видим журналы не портировали еще и она как бы вероятнее всего обновиться потому что здесь версия прям 3.36 а это насколько я помню довольно таки старая версия gnome и вероятнее всего журналы тоже необходимо как-то прокачать и ну чтобы они выглядели в темной теме потому что но это как бы не очень так шрифты но шрифты здесь со шрифтами тоже все понятно так ну из федоры по умолчанию идет либро офис то есть прайтер требуется дополнительный пакет какие вам пакеты нужны ага language pack но прикольно то что они начались лучше интегрировать то есть система понимает какие там пакеты вам необходимо до установить и спрашивать хотите ли вы их установите сразу открывает вот гном софтвер единственный момент который я не понимаю это выглядит ну как выбить и сейчас сами выглядит прям сильно плохо и не знаю что стоит сделать по умолчанию настройки именно чтобы иконки были не от элемента ряда а от бриза потому что выглядит это куда более презентабельно но тем не менее как вы видите либро офис еще не портировали сами разработчики на gtk 4 и он соответственно светлой темы и вот этот момент который вам стоит учитывать что на гном 36 данном виде в котором есть сейчас и вероятность всего и на релизе некоторые приложения не будут подхватывать либо 2 это потому что либо его еще не успели портировать либо разработчики сторонние не успели этого сделать как бы имейте это в виду справку на справку интересно сделали да справку тоже портирую спасибо за этим никогда и не пользовался тем более на что он на английском на ну да когда это недопереведенно выглядит странно но никогда тем не менее этой утилиты не пользуюсь чиз 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 ну чиз 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 в африке чиз это приложуха гномовская для веб-камеры ну вроде бы ее с последнего раза когда я включал вроде бы немножко под подтянули хотя завод за чиз я ничего не могу сказать потому что это одна из тех утилит которые я сношу сразу но ну вот как-то это ритм бокс тут наверное особо печалится не надо хотя возможно вероятнее всего очень много поклонников у данной утилиты у меня же вся музыка пока что потоковая да даже на фоне последних событий у меня музыка до сих пор потоковая не еще youtube music никто не отключал но уже есть первые галочки в голове потому что вероятнее было бы неплохо начать как-то искать альтернативные запасы свои пополнять музыкальные и как бы как это сделать пока я не имею своего представления ну пиратить и особо не хочу свои выводы по данному поводу остается только покупать диски но опять же где здесь за бугром купить какие-то русские диски допустим пикника или кипелого новый альбом поэтому цифра 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 но цифра так чтобы физически у меня оставались эти треки то есть даже тупо хранить их на на сервере было бы удобно тем не менее данная утилита не была портирована но думают здесь не проблема гнома а проблема разработчиков самого ритм бокса вот ну вот такие вот изменения которые я заметил единственно еще момент что при входе в сессию появился еще и классический гном на ноги так и на война качи на вейланде а в основном больше таких каких-то моментов я и не увидел сейчас только посмотрим какой еще здесь драйвер но двадцать один . 3.8 ну и как вы любите неудобно писать у меня здесь микрофон стоит я дракса конечно же 5.17 будет здесь думаю 5.17 5.18 на протяжении релиза fedora 36 стоит ли обновляться ребят я вам советую не торопиться в этом нет никакого смысла да это выглядит реально потрясно но думаю этот эффект вау ну именно вау эффект он продлится ну первые первые пару часов далее это станет обыденностью мне кажется или здесь переработали еще как-то иконки они стали более такие какие-то жирноватые ну возможно это уже мои какие-то доводы но тем не менее вот значок геолокации я не помню чтобы он появлялся всего здесь включить до появляется пропадает камера микрофон thunderbolt истории но здесь также мы сюда не заходили кстати в конфиденциальность здесь особо тоже ничего не поменялось а вот да вот конфиденциальности если зайти в диагностика то есть здесь телеметрия поэтому можете ее отключить я и оставляю включенный для параноика вот знаете что он здесь вот все меня ругали ругали типа вот дрова и видео не работают как не работает если вот они здесь нажал установите и погнал а все зависимости именно подтянет gnome software на нам надо обновить мне антон написал что действительно и если делать через терминал то некоторые на зависимости для x11 не подтягиваются так как сессия именно от мы делаем это на сессии из-под вейланда и есть такой момент его тоже нужно уточнить и поэтому некоторые пользователи могут быть проблемы после установки драйверов для им виде но мне кажется если делать через именно через gnome software то эти зависимости как раз таки и подтягиваются но я опять же могу ошибаться поэтому любом случае я закреплю именно комментарии и под этим видео тоже закреплю его как именно делать правильно как именно устанавливать драйвера для и видя через терминал чтобы наверняка и конечно же добавлю его fedora zero вот это была fedora 36 с вами был плафон это канал о линуксе это та система которую я выбрал для себя почему не арт почему не манджара вот потому что fedora мне очень сильно нравится нравится какими темпами не развивается что они делают и как выглядит именно в ванильный гном а не то что делает с гномом в убунту тем не менее это очень стало на самом деле в плане иконок мне или кажется или нет но после того как они здесь увеличили как-то текст он более контрастный даже белым более контрастный стал на самом деле это с этими даже желто-фиолетовыми обоями это немножко смахивает на убунту на самом деле но но какие вот минусы у fedora перед убунту ну никаких драйвера для мвиде есть есть репозитории более компактные более общий есть есть флэкбак лучше чем snap до лучшую моем понимании не они у меня они лично работают быстрее чем те же снэп и то еще вейланд вейланд супер мега крутой ну вероятнее всего он и на убунту супер мега крутой хотя последний раз когда я дистро хопил и пробовал убунту у меня система фризила болин и после fedora это прям так сильно резонансно было но я не хочу поднимать эту бучу любой linux работы по-разному на любом другом отличным от моего железе другой процессор другая память и уже совершенно другая картина может быть кто-то хвалит убунту говорит что там больше софта весь софт который мне нужен он есть во флэдхаб либо в рпм пакетах потому что рпм пакет он практически такой же распространенный как и деппакет и любая более менее популярная утилита даже у себя на сайте публикует всегда два варианта это либо дэпп либо рпм и это никак не связано с популярностью ubuntu это связано с популярностью именно дебина это никак не связано с популярностью fedora это связано с популярностью синтез а потому что это серверные решения и вот из-за этого вот эти два пакета депп и рпм они настолько популярны и какой-то особой разницы нету fedora на мой взгляд я не знаю чтобы до этого но мне кажется то что я пробовал до этого не не очень сильно нравилось с начиная с релиза fedora 34 это прям какой-то boost прям четко намеченная цель и там до поменялось руководство там поменялись приоритеты именно в выбор и упор стал на какой-то четкий маршрут который они себе наметили вот именно это мне и нравится за каноникал я такого не чувствую сказать что на убунту которая рекомендована до сих пор в стиме идут лучшие игры нежели на fedora это полнейшая чушь они идут если не они идут либо одинаково либо чуть лучше моем опять же восприятие на fedora не знаю почему может быть то что ванильный гном хотя фароникс уже не раз доказывали что рабочее окружение по сути если мы говорим сейчас про гном и когда я в основном это два таких атланта плане рабочих окружений на линуксе то нет какой-то особой разницы до была погрешность кстати на иксах мне вот недавно в чате писали что на иксах секс и фисе были проблемы то есть разница была почти в 20 fps на играх но блин криску сейчас использовать я не знаю лучше что-то еще более легковесно если вам необходимо не знаю но когда я в этом плане мне кажется довольно таки сильно преуспели если гнома для вас много на вашем железе то пробуйте когда я не надо пробовать крыску если у вас прям более такое датированное железо но там вы уже на fps мне кажется не смотрите а пытаетесь выжить что-либо из начинки той который у вас есть ну вот много холивара по этому поводу мне нравится гном не только чертовски не нравится вот эта картинка исправьте и пожалуйста это прям сильно плохо выглядит ребят вот обращаемые вот на такие мелочи кто-то мне пишет что проблемы там у fedora с безопасностью что они слишком уходят сильно в безопасность не знаю я с этим не сталкиваюсь я не настраиваю как системный администратор систему я себе поставил систему накатил свой пакет приложений через флэт паки чтобы они минимально были интегрированы в мою систему что в система была отдельным блоком программы были отдельным блоком все я работу делают контент пользуюсь разными фишками самой системы и радуюсь тому когда улучшается внешний вид когда система становится более опрятной когда исправляются какие-то мелкие баги и косяки и чтобы следить за этими мелкими багами нельзя распыляться на много на много дистрибутивов нужно оставаться на чем-то одном я для себя выбрал fedora я устал от мелких косяков на манджара и я не говорю что это плохой дистрибутив он меня перестал устраивать то есть я устал сидеть на пороховой бочке на fedora я такого не чувствую не знаю еще какие аргументы можно привести мне все нравится я этим делюсь с вами а вы уже вправе решать что использовать вам самим и клубничку на клубничкой на тортике является тот момент который я чуть чуть не забыл это то что завезли наконец-то обновленную программу для создания скриншотов и барабанная дробь для записи экрана нажимаем кнопочку print screen и у нас открывается вот такая вот менюшка что мы здесь видим мы можем выбрать либо область какую-то необходимую нам для записи чтобы записать какой-то мини-гайдик либо можем выбрать весь экран либо какое-то отдельное окно то есть записать отдельно окно какое-либо открытой программе и здесь переключатель либо сделать скриншот либо записать видео и тут же можно включить или отключить видимость курсора на либо на скриншоте либо на видео нажимаем записать система не фризит все отлично выглядит даже с условием того что включен abs далее вот здесь у нас появляется таймер мы просто кликаем один раз запись экрана сделано нажимаем показать файлах и видим но есть один такой момент и я все прекрасно понимаю но почему он с расширением в м м допустим это видео я не смогу быстро скинуть в telegram чтобы там был предосмотр но тем не менее данное видео весит действительно мало и как мы видим кодек у него в в п 8 хорошо это или плохо для меня это немножко неудобно то что в любом случае мне придется его переконвертировать я пробовал его закидывать до венчи его до венчи вообще то есть до венчи в м м вообще сейчас не не хавает пока что они что-то там обещали но они сейчас завезли вроде только поддержку мкв файлов а вот в б м еще он вообще в принципе не добавляет на не то чтобы не читает он его прям не добавляет самую программу он его не видит и как вы в любом случае мне придется конвертировать потому что изначально я когда увидел в п 8 да я такой обрадовался блин здесь не h 264 не из 265 до а коды который понимает да венчи но вот расширение контейнер сам он не понимал и блин но я понимаю что идет все дело идет к данному формату веб сейчас оптимизируется это более скажем так сжатый формат он передает лучше картинку то есть качество картинки у него лучше и при этом весит она меньше вот ну на этом я думаю все рассказал здесь я надеялся почему-то увидеть помимо сбалансированный энергосберегающий еще и как там ну усиленный типа режим максима производительность или как он назывался но вероятнее всего надо стопе этого ну не предусмотрено этого не надо потому что сбалансирование так вероятнее всего работает с производительном режиме далее каких-то других моментов я не увидел ну конечно же я не попробовал еще тот момент что вот они появились новые папашки попал окна или как их называют вот их тоже переделали и выглядят они вот таким способом способом таким вот так они выглядят короче все начинаю заговариваться мне кажется я рассказал прям про все что увидел да а еще такой вот момент он конечно не знаю как связан с гномом но почему-то у меня такое прям лютое ощущение я не знаю либо доработали сам вэйланд учитывая то что в дисплее у меня появилась а герцовка то есть продолжает улучшать либо сам пайпайр либо вэйланд но мне кажется именно и пайпайр и вэйланд параллельно и его прям здесь значительно прокачали и у меня наконец-то заработал и горячие клавиши в в б студию и это меня прям весьма сильно радует вот можно так сказать и ну и все на этом все календарь мы еще показали не показали календарь если нажать событий здесь вот он такой но календарем прикольно выглядел уже и до этого он прям все приложения на gtk 4 должны вот такими быть максимально плавно плавно желейными и блин это выглядит прям залипательно календарь можно добавить если не говорил скажу сейчас можно добавить сетевые учетные записи есть такой момент что из всех приложений когда нажимаешь сетевые учетные записи то он не перекидывает в параметры настроек вот этот косяк думаю тоже исправит надеюсь на это любом случае вот они здесь сетевые учетные записи здесь либо google либо next cloud свой персональный ну да и вот в плане сервера есть next cloud и как бы но поднимать его на своем синологи как бы ради того чтобы чисто использовать его как учетку но я не знаю потому что в любом случае через наутилус напрямую можно подключаться к своему серверу и делать уже с ним все что угодно вот все на этом точно рассказал мне кажется обо всем на свете и даже больше да это был гном 42 предрелиз федоры 36 мы обозрели сегодня все те моменты которые мне удалось увидеть и первым беглом взгляде осмотре а еще параллельно я пытаюсь в 31 год правильно говорить правильно формулировать свои мысли и как вы видите с этими справляюсь довольно таки плохо все на этом все друзья всего хорошего и используйте только годные технологии пока